Микс Ньюс. Начинаем работу прямого эфира. Юрий Сорадзевич у нас сегодня в студии, как мы уже анонсировали, бывший исполнитель директора Риги. Вот у вас есть возможность сейчас со стороны посмотреть на все происходящее. Но многих удивила вот эта кадровая политика, во-первых, во временной администрации, во-вторых, теперь уже в Риге с намопарводникс появляются новые люди, в том числе с большим опытом вот этой административной работы. И вот новый финансовый директор Риге с намопарводникса появился. Что это вообще означает? То, что кажется странным в этом случае, что вопреки тем, что был аудит, о котором много разговаривали об участии и неучастии в самоуправлении, о том, что там, можно сказать, слишком большая бюрократия, что надо сокращать численность должностей, в этом случае именно на одну очень значимую позицию увеличена. Это знаменательно, потому что предыдущий директор финансовый сделан заместителем, при том, что уже там есть заместитель. Притом именно в этом секторе были также замечания, что дублировались функции и что там есть еще отделы, заместители начальников отделов. То есть в этом случае это противоположно всем тем установкам, о которых очень громко было заявлено и о которых мы говорили. И в этом случае даже тот совет, который я уже в январе месяце предлагал, надзорный совет над работой исполнительного директора именно по управлению муниципальными предприятиями, ну фактически стоит в полном молчании и не дал никакого комментария, потому что я думаю, что то, что произошло, это только видимая часть айсберга. Я думаю, что там еще много вещей очевидно происходит, о чем мы, может быть, узнаем, если что-то поменяется во власти. Да, вот тоже интересно, что касается вообще работы рижской, да и вообще самоуправления, мы знаем, что это, по-моему, с 1 января, да, если мне память не изменения, с 1 сентября были переданы вот эти капиталы дали. С 1 января. С 1 января все-таки, да, вот исполнительному директору. Это же касается не только Риги, всех самоуправлений, где есть доля капитала. С одной стороны, цель законодателей была, ну, как бы, деполитизировать этот процесс. С одной стороны, да. С другой стороны, получается так, что теперь на исполнительный директор во всех самоуправлениях легла очень большая нагрузка и ответственность, потому что, ну, хорошо, я понимаю, где в самоуправлении одно какое-то муниципальное предприятие, три человека, это еще понятно. Но в Риге, где мы, по-моему, можем перечислить, по-моему, 6 или 7, да, вот этих предприятий, и такое крупное в Европе, как вот Рига с Новопавлони, Рига с Сатексма и так далее, как вообще, насколько это возможно реально контролировать и управлять, и не получится ли так, как вот было, когда там мэр или вице-мэр курировали, и потом выяснилось, что они говорят, ну, вы понимаете, ну, мы доверяли эксперта, вот там подписи стали, ну, как мы можем каждую вот эту вот закупку проверить, вот на ваш взгляд. Может быть, опять придется менять закон и эту систему пересматривать? Ну, закон часто менять тоже нельзя, потому что нужна стабильность в этом случае, и хорошо, что, может быть, люди берут на себя ответственность. И в этом случае могу сказать, что уже до этого закона, по-моему, в Юрмале, в Энспилосе такая ситуация была, что разделена эта власть, но с другой стороны, есть свои, скажем, плюсы, когда всё-таки, ну, политика полностью всё равно, это иллюзия, что отделена. И в этом случае, когда мы говорим об одном должностном лице, то мне кажется, что боязнь того, что у одного лица очень много сконцентрировано власти, и которая реально, как мы видим, не контролируется, вот это действительно большой риск. И, ну, этот случай тоже так показывает, и показывает то, что когда мы хотим, мы что-то знаем и наказываем. Когда мы не хотим, мы стоим и молчим. И вот эта ситуация, когда… И поэтому я уже в январе говорил, что вот нужен такой реальный надзорный совет над работой исполнительного директор, вот именно по поводу управления муниципальными предприятиями. И там, мне кажется, что надо было бы быть представителем общества. К какой-то мере, конечно, идёт речь о совете, но мы видим, что это всё так медленно. Хотя документы все были готовы для конкурса уже в марте месяце, уже мной подготовлены. Но, видите, всё затягивается. Я думаю, что… Ну, могу догадываться, почему и как. Но, с другой стороны, вот именно контроль, общественный контроль – это самое важное над работой любого должностного лица. Поэтому… А сейчас мы видим, что администрация ведь тоже может безнаказанно работать. Почему? Избиратель её наказать не может. Не может. Политической ответственности нет. Политической ответственности нет. А пункт два, что здесь прямой интерес конфликтов, потому что министерство, которое должно надзирать над работой любого самоуправления, сейчас и находится в администрации. То есть, сами себя наказывать не будут. И в этом, мне кажется, что самый большой риск и в конфликте интересов. Вот если мы говорим вообще о муниципальных предприятиях, возможно ли, ну, учитывая ваш большой опыт, и не только в исполнении дирекции Риги вообще, и в госуправлении, возможно ли вообще, ну, в маленькой стороне найти такое количество профессионалов, ну, в правлении, в советах, чтобы они, не знаю, были независимы, не были политически ангажированы, о чём всё время нам говорят, пытаются убедить, что мы проведём какой-то уникальный конкурс и найдём самых подходящих. Ну, как мы видим, в принципе, нет ни одного конкурса, который не проходил бы без споров, вспомним... И скандалов даже. Да, и вспомним про больницы, где были конкурсы. Да, конечно, можно говорить, что как бы спасение у нас придёт из-за границы, но те люди, конечно, как эксперты могут работать и можно привлечь, но насколько они знают актуальную ситуацию и насколько они именно заинтересованы развитие конкретных услуг здесь. И что, мне кажется, боязно? То, что сейчас идёт речь о том, что вот те люди, которые участвуют в советах, их декларации, в принципе, для посторонних глаз будет закрыты. То есть мы не будем видеть, какие реальные интересы есть. Когда говорят, ну да, но мы там из частного сектора никого не сможем... Ну, извините, я думаю, что достаточно людей, которые могут откровенно сказать, что ему принадлежит это, что он получает доходы оттуда, и что этим не надо стыдиться. Поэтому, мне кажется, когда мы говорим о публичности, то вот эта закрытость под грифом, что иначе не будет профессионалов, я думаю, что можно найти приличных профессионалов. Конечно, ангажированность. У нас, мы же все социальные существа, люди, у нас есть свои приоритеты. Мы можем и, ну как бы, ну симпатии. Но в законе есть конкретно говорено, что значит независимость. Притом просто должно быть большинство. Это формальный признак. И поэтому говорить о полной независимости, абсолютной независимости, ну это полная иллюзия и фантастика. Поэтому здесь главное, что как общество может следить за доходами, за жизнью вот этих должностных лиц, которые распоряжаются миллионами. Да, вот еще такой вопрос весьма, наверное, важный. Сейчас вот очень многие партии по понятной причине у нас известный процесс, не будем называть какая. Но вот я прочитал такую тревожную вещь, поскольку эта партия одна из тех, которые представлены в коалиции. Она говорит о том, ну в частности, среди обещаний, что мы сделаем вот эту вот апропыслымницу, ну то есть фактически больницу по уходу. Да, ну такой почти социально-медицинское учреждение, такой микс из двух городских больниц, одну в центре, одна в Пардаугове. Ну те, кто чуть-чуть понимает, что происходит в Риге, это намек, видимо, на первую и вторую больницу. Неужели есть такая опасность, что то, что было сделано позитивного вот за предыдущие годы, да, вот начнут так вот постепенно все это разрушать? Я думаю, что тот комплекс, который мы видим в первой городской больнице, который воссоздан, можно сказать, из той ситуации, как было. При том, что государство отказало финансирование по неотложной помощи, то, что было очень важно. И первая больница в целом переродилась, и мы видим, что она показывает возможность работать, оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Операции, мне кажется, то, что Рижская дума вложила в технологии там, и то, что вообще в целом и в помещение, и я могу сам сказать, что так же, как и пользователь тех услуг, мне кажется, очень прекрасное решение, вопреки того, что когда-то говорили, что это надо все распродать, как собственность, не знаю, что сделать. Мне кажется, что в этих исторических помещениях это очень прекрасное решение. Вторая городская больница, мне кажется, один из лучших травматологических центров, где оказывается в том числе неотложная помощь. Там есть, если правильно помню, и эндопротезирование, и там работают великолепные специалисты. Конечно, есть другой вопрос. Я думаю, что каждый встретился, ну, я думаю, в каждой семье может быть такая проблема, как палитивная помощь. Я думаю, что вот это действительно вопрос, который становится очень важным, потому что, ну, я думаю, что любой, который встретился с этой проблемой в семье, знает, какая-то проблема и психологически, и также финансово, и вообще в доступности этой услуги. И вот это, мне кажется, нельзя решать путём, ну, скажем, закрытия первой и второй больницы. Или как сейчас я уже так тоже слышу такие, а что, ну, и это как простой бизнес, давайте продадим, или, я напомню, что у нас есть и такое уникальное учреждение, как роддом, который работает на всю Латвию, на всю страну. И оказывается... А это муниципальное предприятие? Это полностью муниципальное предприятие. Там тоже, я думаю, что те, которые смотрят, может быть, сериалы из-за границы, эти сериалы отстают от того уровня, который сейчас в нашем роддоме. И по техническому оснащению, и также те профессионалы, которые работают в роддоме. Я думаю, что каждый... И мы видим, что и также дети рождаются и во время кризисов, да? И несмотря на всё это, прекрасно люди работают. Поэтому, мне кажется, ударить по, скажем, вот этим медицинским вопросам. Также у нас есть же и поликлиника, вот последняя, что открыта, это в Балдырае, международной улице, да? Где тоже есть программы рехабилитационные. И можно сказать, что когда закрыли лечебное учреждение, это действительно был также удар и по вот этим поликлинике, потому что было, во-первых, это медики, а во-вторых, была задержана медицинская помощь. И как отмечается правильно, если мы смотрим, что можно думать, что других болезней у людей нет. Но есть эти очереди и доступность... Не только ковид, да. Не только ковид. И доступность, вот это то, что было... Ну, это правильно, что Вы упомянули в Балдырае, потому что жители Балдырая не дадут соврать, вот это вот старое здание поликлиники, бывшая 16-я поликлиника, ну, конечно, давно уже нуждалось в том, что что-то там поменять. Да, я думаю, что это был верный путь, как мы помним, и в Иманте было сделано, и вот сейчас в Балдырае, потому что можно сказать, что это, ну, Рига. Это, конечно, Рига, но, скажем, доступность до центра или для других лечебных учреждений, ну, можно сказать, что недоступна, потому что, если так посмотреть, это расстояние, когда сало спился и тому подобное, да. Поэтому часто мы говорим, Рига – это один населённый пункт, но расстояние, расстояние, ну… Очень большие. Очень большие. В Эцмилгравис, допустим, да, и мне кажется, что жители и там заслуживают качественные условия, и чтобы хорошо жили там. Ну, то есть, это ещё раз говорит о том, что вот эти вот окраины или вот микрорайоны, в принципе, они нуждаются в таком тоже равномерном развитии, чтобы не было… Они равноценные, потому что именно, можно сказать, что Рига, если мы смотрим по населённости, именно эти микрорайоны, это образует численность жителей Риги. Там, в основном, в спальных районах, да, люди сосредоточены. Да, даже не в центр, мы обычно говорим о центре, а здесь же в основном предприятии, ну да, тоже живут люди, конечно, но всё-таки такое, ну, большинство заслуживает, чтобы и там был и магазин, и поликлиника, и библиотека, и основная школа, и учёба, то есть, те элементарные вещи, которые характеризовало бы любой, скажем, ну, город. Вы упомянули центр, и мы знаем, что сейчас очень много жителей Рижан были шокированы, ну, такими планами, или уже решением правительства, тихий центр сделать так, чтобы он перестал быть тихим. Я имею в виду вот это знаменитое решение о строительстве акустического концертного зала на «Элизабет-С-2». Вот, опять-таки, учитывая ваш опыт, вы думаете, что власть так и пойдёт этим путём? Надеюсь, что всё-таки мы успеем обсудить много вопросов, потому что мне кажется, что говорить о том, чтобы что-то сносить, ну, мне кажется, это такой очень, ну, революционный подход. Сначала снесём старое, что будет новое, не знаю. Рядом стоит Рига с Конгрессу НАМС, в котором есть концертный зал. Говорят, что да, с Ригой сотрудничество как-то не происходит. Ещё при последнем мере было то, что отдали государству здание оперы. То есть это было собственно опера, здание городское. Так что сотрудничество происходит. Происходит. И предыдущие годы, несмотря на что происходило. Совершенно верно. А помните совместное строительство, ремонт и полицейских участков? Полицейские участки. А проект национальный музей? Да. Это же государственный самопоставительский проект? Совместный? Именно. Совершенно верно. Поэтому, когда говорят, что не было сотрудничества, ну, мне кажется, странно, потому что даже в таком проекте, где было европейское финансирование, Рижский дом Базницы, то есть кафедральный собор Домский, даже там было софинансирование города, государства и Европы. Поэтому, когда говорится о прагматических вещах и не видеть реальные результаты, то это очень странно. То это только можно характеризовать нежеланием. Или желанием, скажем, ну, что-то опять построить и кому-то, может быть, и заработать. Юрий Салдевич, у нас в студии. Привёмся буквально на пару минут. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Да, продолжаем работу в прямом эфире. Вот такой интересный тоже вопрос. Он, наверное, такого и с точки зрения вообще демократического процесса, и с точки зрения юриспруденции. Вам, как юриста, такой тоже интересный вопрос. Мы знаем, что всё-таки Министерство среды регионального развития, так они, по крайней мере, уверяют, что продолжают активно работать над новым законом о самоправлениях. И говорят о том, что там будет отдельный раздел о столице. И, может быть, надо будет государству заключать какой-то договор с Ригой на исполнение столичных функций. Как вам это видится? Правильно ли это? Потому что мы даже знаем, что в Конституции написано, если ты к какому-то самоправлению даёшь какие-то задания, ну, так говоря, простым языком, за этим должны следовать финансы, что логично. Могу сказать, что даже уже в данном законе о самоправлениях уже такая норма есть. Есть. Но никогда ни о чём не можно было договориться, потому что всегда Министерство финансов было, которое говорит, а мы ни за что не хотим платить. Никогда. Демократичненько. И было уже много разговоров о новом законе о столице, и все они именно заключались в том, что функции новые мы вам запишем, а денег вам не дадим. То есть, поэтому эта тема, как бы при данной политической ситуации, для рижан, в принципе, невыгодна. В принципе, невыгодна. А то, что новый закон, ну, ничего нового нет, ну, потому что, вот, поэтому я говорил, что дискуссий было много и давно, и всё заключалось в финансах. Я думаю, что мы можем и спокойно, честно говоря, прожить без как-то, и в других местах тоже. Нет такого, что обязательно нужен закон о столице, потому что предмет этого закона абсолютно не ясен. Другая часть вопроса, которая, мне кажется, важна, не только о планировании регионов, а вот именно о управлении агломерацией, скажем, вот Ригой, прилежащей... Вот эти вот... Совершенно верно. Который раньше был Рижский район, сейчас называется что-то на русский язык при Рижье, по-моему, ну, что-то такое, да. Да, или как рай, или что. Поэтому здесь больше важно, вот как мы управляли, скажем, муниципальным транспортным совместно. Потому что даже Рижский автобус, как мы знаем, выходит за пределы Риги. Совершенно верно. Это была канализация, водоснабжение, также тот знаменитый вопрос о парк-эн-райд, потому что вот это те вопросы, скажем, вовлечения в общественный транспорт пассажирского поезда, скажем, который соединяет практически все направления, кроме тяковского направления. Вот это те вопросы, которые надо было решать и дать какое-то право самоправлением вместе собраться и вот, ну, дать полномочия решать эти вопросы совместно, да. А вот сейчас такое, сейчас есть только регион планирования, а Рижский регион планирования — это от Салатсгривы до Энгуры. Что будет после объединения вот этих других самоправлений? То есть если мы сейчас понимаем Салатсгривы, то в результате будет бывший Лимборгский район. Ну-ка, что у нас связывает с Лимборгским районом? Ну, кроме шоссе Рига-Таллин, ну, практически я даже не знаю, что… Ну, и Рижский залив, конечно, да. Ну, очень трудно понять. То есть слишком тогда уже этот масштаб, ну, мне кажется, что теряем совместный тогда уже интерес. Нет такого прикладного интереса, как, скажем, нам было бы или Смарупы, Баби, Татековы, которые вот именно… Мы же не смотрим, где границы, мы решаем вопросы. Да. Вот ещё говоря, действительно, о Риге, можно ожидать, что на бюджет следующего года будет очень тяжёлый, поскольку здесь опять нашлись желающие решать за счёт самоправления, к примеру, проблему зарплат медиков или вообще здравоохранения. Сейчас же говорят, что вот 2% мы возьмём от тех денег, которые были у самоправления. Да, но мы знаем, что это 80% от подоходного налога, минус 2 – это 78. На самом деле, это же миллионы. Это большие суммы. Совершенно верно. И желание что-то решать за счёт самоправления – это, можно сказать, у центрального правительства чаще всего происходит. Основное – это переложение функций. Допустим, как уже что переложено, это бесплатное обеспечение обедами школьников. Вот такая функция. А мы же помним, что бюджет этого года первый раз в истории предполагал изъять путём фонда выравнивания 38 миллионов с городского бюджета. То есть вот такие, скажем, за счёт рижан вопросы, и не только рижан, это любое, которое самоправление. Конечно, те, которые датируются самоправление, ну, мне трудно за них говорить, но те, которые дополняют фонд выравнивания, я думаю, что те страдают вдвойне. И мне кажется, что в этом случае, когда мы видим это объединение вокруг Риги, да, можно сказать, объединяет. Но с другой стороны, ведь там всё экономически было в порядке, потому что все те вокруг муниципалитеты датировали бюджет фонда выравнивания. То есть тогда здесь экономические критерии не работают. И, скажем, число населения довольно большое. Поэтому мне кажется, что больше превалирует здесь именно политический интерес. Но мы видим, что и даже в нескольких самоправлениях, даже те, которые представлены в правящих партиях, но их интересы, их не интересы, а их мнение, вот скажем, я помню, что высказался мэр Энгуре, что его мнение не брали во внимание. А мы представляем, Энгуре, какое большое это территория и, скажем, интересы, потому что море. И там совершенно другая ситуация, что если мы будем говорить о Тукумсе. Ну, где? Ну вот тоже интересно по поводу учёта интересов. Мы знаем, что когда ещё работала та дума, оппозиция очень часто говорила, и сейчас, кстати, я вижу, что в предвыборных компаниях тоже в программах это записано, что Рига чуть ли не отстала от Вильнюса, от Таллина, что там население чуть ли не растёт, у нас сокращается, и там всё замечательно, инвестиции, а у нас всё плохо. Ну, конечно, они так должны говорить. Можно подумать, что 10 лет обратно всё было прекрасно и всё тут упало. Наоборот, с тех времён, честно говоря, был прирост населения, и он ведь не может быть безграничен, если людям негде жить и работать. И вот мы часто говорим о больших городах, о вопросе, и то, что сейчас актуально. А что мы можем сказать о налогах, скажем, на недвижимость, когда вот сейчас говорят, что будет увеличена кадастральная стоимость, и ты можешь же говорить сколько угодно, но ведь все... Можно, конечно, оперировать льготами, но, так сказать, правопреемственность истекает из закона, и вот из кадастральной стоимости, которая установлена государством. Если большие налоги в Риге, то, конечно, люди будут выбирать через улицу, жить, чтобы было подешевле, а транспорт будет всё равно городской, как мы говорили. Поэтому говорить, что вот поэтому, что Дума плохо работала, поэтому люди уезжают, это и в целом экономическая ситуация в Латвии. Конечно. Мы же подумаем, что в других районах Латвии у нас бешеный прирост населения. Наоборот, там мы можем смотреть, как там падает население, да, то есть про Ригу мы так говорить совершенно не можем. Ригу, честно говоря, и образовательными процессами, и вот возможности всё-таки больше найти работу, именно притягивает. И часто это, честно сказать, последняя остановка перед уездом за границу. Мы можем посмотреть другие города, и это поэтому сказать, что на это может повлиять бесплатный транспорт, скажем, что если мы дадим всем бесплатный транспорт, тогда они останутся здесь жить. Нет. Если мы будем раздавать с вертолёта деньги, разве это поможет? Нет. Нельзя оторвано смотреть от той ситуации, которая в целой стране. Я думаю, что и в Риге абсолютно не худшая ситуация. Конечно, мы можем говорить о улицах, о дорогах и там подобное. Это всё понятно, да. Это понятно, конечно. Ещё тоже интересно, такое создаётся ощущение, что, ну, понятно, что, видимо, временная администрация, вы уже это констатировали, она как бы, ну, они понимают, что они там дорабатывают какой-то период времени, судя по всему, до конца сентября, ну, максимум, если всё-таки выборы состоятся. И ясно, что они особо не будут напрягаться и углубляться в какие-то проблемы. Но ведь мы знаем, что этой осенью, если опять что-то не отворит, начнётся реальное вот это уже строительство Райл Бортика. И это же, она пройдёт не где-то в космосе, она прямо по центру Риги, там дальше в Задвине всё это пойдёт. Но об этом дальше не говорится, какие неудобства будут у Рижан, как их решать. Ничего же об этом неизвестно. В этой ситуации можно только сказать, мне кажется, что там люди живут по принципу, а после меня хоть потоп. Поэтому, и, конечно, нельзя их осуждать, потому что их, скажем, полномочия, они ограничены сроком, поэтому и логично, что, ну, там никто себя особенно не затрудняет. Можно сказать наоборот, сейчас уже об этом должны думать все представители, которые, ну, будут участвовать в политических процессах в будущем. И это уже больше их забота. Но я думаю, что, ну, то, что произойдёт, это действительно вопросы бюджета, потому что очень много, ну, как минимум 100 миллионов евро из городской бюджета надо будет вложить в те решения, которые не охвачены проектом Райл Бортика. Поэтому это очень важные, вот, скажем, улицы 13 января, прилегающие территории, да. Но это всё очень важные вопросы. А, конечно, неудобства все будут терпеть. Вот тоже такой вопрос. Я думаю, что он может стать актуальным, если вдруг случится вот эта вторая волна коронавируса, то, что опять, ну, школьникам скажут работать удалённо. Я знаю, что многие школьники об этом и слышать не хотят. Даже те, кто в своё время не любил ходить в школу, сейчас как раз нетерпением ждут 1 сентября. Столько не видели своих друзей и так далее. Но в связи с этим мы знаем, что Министерство образования будет пытаться через закон обязать всех родителей обеспечить детей вот этими компьютерами, планшетами и доп. к интернету подключением. Но это разве обязанность самих родителей не получится так, что в результате государство скажет, а, ну вот, типа, пускай самоуправление обеспечивает там всех школьников планшетами. Вопрос, скажем, обеспечения школьника, он, мне кажется, уже был один раз поднят омбудсменом Юрисом Янсеном, когда мы говорили об инвентаре, о книжках и тому подобное. И мне кажется, что это было всё-таки правомощное. Да, мы восприняли не очень, скажем, положительно, что это дополнительные затраты. Но посмотрим сейчас на эту удалённость таким образом. Ведь не все родители даже смогут заплатить за содержание этого планшета, компьютера, за подсоединение к интернету. И как бы так у нас не получилось, я говорю не только о Риге, но в целом о стране, что, в принципе, обязательное право на основное образование тем самым будет, в принципе, нарушено. Поэтому если такие правила устанавливаются, то за это полностью должно отвечать именно государство, а не накладывать на плечи, скажем, родителей. Не все родители это могут позволить. И мне кажется, что здесь получится, что некоторые, в общем, будут и в прямом, и в переносном смысле отдалены от школы и от учёбы. И мне кажется, в этом самый большой риск. Мы не живём в таких условиях, что мы можем свистнуть, и всё будет. Даже в других странах так нет. Так что тут не идёт речь, что мы какие-то другие. Но мне кажется, так этот вопрос. И так, скажем, мне кажется, что бутаражить насоление – это тоже стресс для всего общества. и во время такого кризиса ещё чувствовать стрессовую ситуацию, не говорить о том, как помочь, а наоборот, что вы ещё должны купить, сделать, как, ну, а может быть, люди без работы, и надо думать, как помочь, а не просто… Как вы должны купить планы. Как они будут содержать семью, коррели детей. Совершенно верно. А если у кого-то таких семей, к счастью, тоже немало, у кого двое, трое, четверо детей, что каждому нужно покупать планшеты, это на какие деньги? Ну, вот именно. И мне кажется, что это очень большой риск. Но я хотел бы верить, что в сентябре мы в школу пойдём. Да, я думаю, что все родители это больше всего хотят. Наверное, разные модели обсуждаются, оптимальны и до сих пор управление вот этим муниципальным хозяйством, самоуправлениями. Я так понимаю, что есть модель, по-моему, в Таллине, где исполнительная власть законодательная как-то отделена. Как вы считаете, это панацея, это что-то вообще поменяет, что-то улучшит? Я думаю, что нельзя механически переносить с одной стороны в другую какие-то вот модели, управление. Надо смотреть суть вопроса. Мы можем посмотреть, что в Литве мэры избирают прямыми выборами, там своя ситуация. А у нас своя ситуация, которая шла свой исторический путь. Я думаю, что тут надо смотреть суть исполнения. Даже в этой ситуации, конечно, можно улучшить, скажем, тем, что дума, которая избрана политически, не издаёт индивидуальные административные акты, не решает такие вопросы. А это можно оставить администрации или мэру. Это зависит от закона. Поэтому, скажем, у каждого есть свой путь, исторический путь. Если мы вообще говорим о самоуправлении, всё-таки, как вам кажется, что будет превалировать при составлении бюджета на следующий год, какие будут приоритеты? Ну, понятно, что улицы, мосты, это мы все видим, ясно, что их надо приводить в порядок, может, без дорожной инфраструктуры, особенно в центре, без магистральных улиц, ну, как дальше? Что ещё, на ваш взгляд, что будет таким вот болевым, важным? Вот я так понимаю, что в любом случае микрорайоны будут и дальше, будет всё ухудшаться ситуация с парковкой машин. Сейчас уже у многих на семью по две машины, уже не одна. Где это всё парковать? Я думаю, что это действительно мосты и дороги и внутриквартальные дороги в том числе. Я думаю, что в связи с климатическим изменением всё актуальнее становится, особенно те места, где плохо работает или нет ливневой канализации, потому что это влияет на фундамент зданий. Вот это бывшие... Потапливаются. Потапливаются эти застройки трёхэтажные, вот это. И в Саркандаугове самое начало Пурфтемс, Агенсканс, где вот это мы видим и узкие эти дорожки, да. То есть ливневая канализация обязательно, потому что мы видим, что происходит, да, и это влияет на дома. Я думаю, что это... Мы должны говорить о педагогах, потому что педагоги – это, в принципе, наше всё-таки будущее, это будущее наших детей. Нам надо будет всё-таки вкладывать деньги и поднимать им зарплату, потому что мы в конкурентной ситуации с прилегающими самоправлениями, особенно если мы говорим о детских садиках. Мы можем построить, и в этом году, насколько я знаю, мне кажется, будут построены 500 новых мест. Создано, да? Создано. Но кто там будет работать? Вот мы должны повышать. Да, можно ещё там создать, ещё 500. Ещё можно. А кто будет работать, да? Совершенно верно. И мы здесь реальной конкуренции, потому что мы должны платить дошкольным педагогам и также нянечкам, да? Поэтому, что это тоже очень ответственная и важная работа за этих маленьких детей. Вот это, мне кажется, и, конечно, социальные вопросы. Социальные вопросы, особенно после кризиса, будут очень актуальны. Может быть, последний вопрос, я думаю, часто вам задают, может быть, не только журналисты, но и знакомые. Должен ли город заниматься муниципальным, жилищным строительством? Да, я понимаю, что было вот это социальное жильё, но ведь не только эта проблема, да? Молодые семьи, ну, им что делать? Или влезать в кредиты, если у них есть такие доходы, или пытаться где-то арендовать на вторичном рынке. Но что здесь самоуправление могло бы предложить им? Мне кажется, что мы можем стимулировать именно частный бизнес посредством того, что у города есть много земельной собственности. И вот с каким-то, скажем, обязательством, что там будет дешёвое жильё, которое будет по приемлемой цене сдаваться. Вот тогда мы могли бы... Такое арендное жильё, да? Совершенно верно. И это такое... И это в одном доме, потому что мы видим сейчас, с другой стороны, солнечное или не солнечное, старое, первый или последний этаж, это у нас социальное жильё. Но мне кажется, что частник, он может сделать так, чтобы, вот скажем, было бы дешёвое жильё, которое, может быть, на рынке не так ценится, и тогда мы могли бы давать землю, и чтобы вот это дешёвое жильё. Потому что мне кажется, что мы этот путь, когда мы сами строим и администрируем, мне кажется, что мы уже прошли. Всё-таки больше должны частные... Да, и это тогда покажет то, что вот нет такого, что, ну, все живут как бы вот в социальной жильё. Нет, это и в целом интеграция. И поэтому в одном доме могут быть и разные люди по разным причинам. Да-да, специально всё делается, что вот это для социальной... Да, совершенно уже как клеймо такое, да? И мне кажется, что это... И все говорят, о-о-о, социальный дом, мы от него подальше. Да, да, вот от этой вот печати надо отойти, мне кажется, это тоже возможность. И мне кажется, что тогда нам не надо заниматься вот таким, что мы везде хотим сами строить, влезать, арендовать. Это также бюрократия, которая нам тоже требует денег и затрат. Я думаю, что частный бизнес лучше справится. А мы должны дать стимул и мотивацию и определить конкретные условия. Вот в этом и задача власти, да? Совершенно верно. Предоставить такие инструменты, инфраструктуры, условия. Поставить условия. А дальше уже бизнес сам пускает. Совершенно верно. Юрий Саразевич у нас был в студии, и большое спасибо.